всем привет всем привет всех наступающим праздник спасибо большое ты уже простроил идею целей на будущее да но мы пока не будем это уже а ты сама продумала я всегда готов а да конечно как мы понятных короче нужно на тебя подписываться там узнавать все секреты не про меня как бы счастливым суши я тут на днях просто подводил итоги года надо будет выложить видео и там я как раз упоминал парочку целей на предстоящий год 2024 год и там кстати рассказывал если за что сказать спасибо уходящему году да потому что мне кажется короче я вот в этом году понял что надо находить реально моменты благодарности ну как бы все равно бывают моменты взлётов и падений хорошие и иногда плохие эмоции затмевают хорошие вот и почему-то именно в этот момент записи видео я подумал что нужно сковырнуть и найти позитивные моменты чтобы сказать спасибо поблагодарить вот нет я там благодарю моменты падений да или моменты каких-то разочарований если за что-то благодарить знаю там или ситуацию которая произошла или пространство например что подкинула такую такую ситуацию то есть есть и вообще повод к благодарю вот в падовых ситуациях говорят же типа все что не делается все делается к лучшему да вот это такая крылатая правда да ну вот иногда ты подумаешь ну не всегда все к лучшему или там как-то это и некоторые ситуации ты реально думаешь что лучше бы вообще не происходили потому что иногда есть слишком плохие ситуации не будем заострять на некоторых внимание но например давай возьмем какую-нибудь ситуацию а вот пандемия давайте посмотрим 2020 год по сути очень много умерло людей ну реально но тебя конкретно нет я вот просто разговор если вот обобщать но при этом тот год это был такой переломный момент когда я уже устал работать я уже хотел ну короче был такой на грани мне кажется и выгорание и вот ну и произошла пандемия которая просто внесла перезагрузку дала возможность сиди дома отдыхай ну как бы приводи себя в порядок главное не забыли коронавирусом ну короче да и чтобы деньги были но при этом это же пандемия еще что дала возможность для работы удаленно то есть это получила появилась новая возможность появилась много новых профессий вот поэтому например ну как бы тут вроде бы и страшно говорить 20 20 году спасибо потому что но я думаю что очень много историй печальных да но тем не менее и если бы не этот год там не было бы того то там ну не знаю согласись ему сложно благодарить год который ну как бы такой не совсем позитивно ну такое да с одной стороны да но для меня например я понимаю что нужно определить в этом событии период в этом определенные точки роста для себя и можно поблагодарить его хотя бы за то что произошли как такие точки роста то есть это как из разряда того что когда есть страх определенный то когда мы боремся с этим страхом мы идем в свою боль или в свой страх или вот что-то такое мы не сдаемся а пытаемся нам все зеленые не сдаемся а пытаемся побороть себя то на выходе мы получаем гораздо больше да чем если бы мы сдались и не пошли в этот страх позволили победить страх для меня вот как бы вот эти вот моменты они являются наиболее значимым ключевым для благодарности но но вот кстати тот же год например дал возможность мы там открывали маркетинговое агентство который тоже мы его потом закрыли но это был такой опыт того что например уже в 2023 году я четко знал что мне нужно делать ты начинаешь заниматься вот в этой стихи как-то направление вот ну короче это везде все такой опыт который потом пригождается конечно и главное это расценивать вот так как мы долго шли к тому что называется жизнь потому что не бывает всегда только сладенько но 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 вы знаешь иногда кстати вот одна моя теперь новая знакомая рассказала историю она короче мне украли телефон барселоне и она такая так позитивно это сказала что она купила три дня прошло но она наверное позитивно потому что на нем еще ничего не было ценного нет она позитивно с точки зрения что типа в уходящем году украли телефон и пусть это будет все самое ну короче ценное крупное то что вот забрал двадцать третий год то есть она это вот так оценила почему нет кстати это будет так эзотерически очень но обидно но она так это ну потому что уже вариантов то нет можно конечно печалиться можно настроиться на на позитив и на на то что придет больше что-то ну да а может быть это если с точки зрения какой-нибудь эзотерики может быть это какая-то кармическая отработка может быть она где-то что-то у двадцать третьего забрала может он у нее забрал взнос ну да всяк ну как бы если это так вот расценивать то почему да нормально мне интересно вам есть за что поблагодарить двадцать третий год напишите пожалуйста комментариях а мы почитаем а тебе за что благодарить мне сейчас просто вопрос в лоб мне кажется я еще просто не подготовилась но хотя бы одну вещь и я вот написано у себя в итогах года называл много вещей которые я благодарю в двадцать третьем году я просто не буду говорить то что сейчас расскажу то я могу сказать что двадцать третий год он не помог стабилизироваться потому что тоже предыдущие все годы да они как бы такие очень были особенно они были довольно рванными и они постоянно как бы выдергивали меня из моего какого-то внутреннего пространства да и заставляли решать какие-то внешние вот обстоятельства проблем и вот такое вот все двадцать третий год это как раз для меня вот такое погружение внутрь себя до стабилизации каких-то моих внутренних процессов и с тем как знаешь как вот как птица феникс возрождение себя то есть я я думаю что как-то я благодарна что этот год заканчивается довольно-таки на позитивных для меня нотах вот и я надеюсь что будущий год тем более это год дракона прошлый год дракона для меня был одним из самых счастливых годов в моей моей жизни поэтому я очень рассчитываю на то что этот год дракона принесет много волшебства и позитива я на самом деле верю что следующий год будет еще лучше какие-то моменты хочется не хочется почему-то есть внутреннее спокойствие внутренняя какая-то уверенность что что-то поменяется год дракона хороший из всего календарного цикла китайского календаря ведь дракон это единственное несуществующее животное ну то есть как бы тигр там вот все все животные они все существуют и дракон это единственное мифическое существо которое и вот оно сейчас наступает кстати вот этого дракона заметьте следующий год таком высокосный да конечно вот как расценить высокосный год говорят сложный вообще это не просто это тоже знаешь если самовнушение может сработать будешь думать что плохой год вот тебе и сработает надо наоборот расценить его на позитиве один дополнительный день он может быть не таким легким но однозначно будет каким-то значимым это всегда какой-то рост я вообще родилась высокосный год еще и в воскресенье поэтому я считаю что нормальная тема я не жалуюсь за я у меня кстати у тети день рождения 29 февраля так редко отмечают празднуют вот видишь это практически как свадьбу на каждые четыре года экономия на торте между прочим и делишь на 4 слушай мы так идем здесь такая пустота да да люди